Здравствуйте, друзья! Освободитель говорит спасибо Путину и Белоусову за сломанные руки, ноги и слепой левый глаз. Я попал в шторм. Я говорил, что меня нельзя, у меня диабет. Меня отправили на самый передок. Я там глюкемическую кому словил. Ну а дальше, дальше уже отлежав с ранениями, с ранениями ног, с разрывом бедренной артерии. Три месяца, да, с осколочком. Вот в этом вот, о, хрустнуло. В замечательном месте. Вот бедренную артерию показываем, да? Вот бедренная артерия. Вот здесь вот осколочек. Две руки сломаны, нога сломана. Он у меня глаз не видит теперь. Спасибо вам огромное. Волгоград. Героя зовут Алексей Жариков. Он вернулся с войны и забил до смерти свою бабушку деревянным стулом. На суде скажет, у меня выбора не было. Завтра бы бабушка деревянным стулом убила меня. Затпатриоты пишут, что... Одна из генералей Шойгу, генерал Шевцова, не дожидаясь ареста, обналичила то, что украла из Минобороны и сбежала во Францию. Руки на столе держите. Это кандидат в мэры Саранска. Я не хочу работать. Я хочу много денег. Я хочу отдыхать. Вы видели этих счастливых людей в Ницце, в Монако? Они не работают, они счастливы. В Монако пускают только богатых. Вчера узнала, что есть Саранск. Такой город Саранск. Меня это очень удивило. Я о таком городе не знала. Я баллотировалась в мэры города Новосибирска. Меня не взяли. Потому что люди завистливые, я вам скажу. Женщины не очень рады мне. Вы понимаете. Потому что придет тот, кто будет реально работать. Придет тот, кто будет реально и красиво, и работать. А два в одном, а таком бы никто не любит. Все любят, чтобы чего-то не хватало. Вот я бы хотела. Саранск. Я думаю, вы будете рады. Летное училище. Воронеж. Будущие пилоты мигов и сушек. Вот это вот желтая домина. Это авиационное училище военное. Воронеже. Собственно, какая прелесть. Какие загоревшие. Луские солдаты. Я бы даже сказал, сильно загоревшие. На курортах Краснодарского края, наверное. Да. Кремом от загара просто забыли намазаться. Когда бананы в Анапе под пальмами собирали. Международный преступник. Поздравляет выпускников. Дорогие друзья. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздник. Миллионы выпускников лишил будущего и рассказывает о мечтах и надеждах. Так по-путински, так знакомо. Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни. Этот этап называется «Жди повестки» или «Уезжай из страны». Более взрослый, самостоятельный, где все ключевые решения вы будете принимать сами. Ключевое решение он уже принял за вас. Отправлять на войну молодежь, умирать. Чтобы дальше с Ротенбергами и Тимченко лежать в аквадискотеке. И, конечно, главная опора для каждого человека – это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции. Прадеда Сталин Финляндию отправлял завоевывать. Дед воевал в Афганистане, батя в Чечне. А тебя, мой юный друг, Путин планирует заставить ехать воевать в Украину. Семейная традиция, говорит, из поколения в поколение. Вот эти загнивающие европейцы, которым есть нечего. Полюбуйтесь. Я смотрю, русский язык даже выучили. Ну, чтобы потом в российское посольство приползти на коленях, попроситься в Россию. А вот это Израиль. Тут без российского газа и нефти полный коллапс. Специально для обманутого россиянина из Израиля. Вот. У нас очень плохо, нам очень плохо без российской нефти. Поэтому вот приходится людям вот так мучиться и ездить на электромобилях. Вот тут такие только сплошные Теслы. Вот так, короче, без российской нефти приходится ездить на электромобилях и бесплатно подзаряжаться от станции. К вам уже Чубайс вылетел. Помогать. Россия помог. И Израиль тоже поможет. Очередная партия освободителей. Жалуются, что их кинули. Не платят уже полгода. Мы военнослужащие мотострелкового батальона ВЧ-11-744 11-й танковой бригады. Нам с февраля месяца не выплачивается денежное содержание в полном объеме. Получая зарплату 40 тысяч в месяц, мы не можем обеспечить свои семьи и не можем обеспечить себя. А мундирование приходится покупать на собственный счет. Просим вас разобраться в нашей ситуации. Я думаю, разберутся. Разберутся. Разберутся, как так получилось вообще, что вы выжили. И отправят вас на мясной штурм. Пропагандисты. На коленке клепают шедевры. Ну что, там много еще? Много. Но работу доделать надо. Надо доделать. Вторая серия. Прошло две недели. Трупы уже разложились. Нищего от них почти не осталось. Как их опознавать по жетонам, по ДНК. Чей-то сын, чей-то брат, чей-то отец. Чей-то муж. Не придет домой. Трое. Там еще один. Эх, братцев похоронили. Не похоронили. Все братцы полегли. Еще когда их похоронят. Еще когда-толкда они хостерит дойдут. Братья поработали. Братья отдыхают.